Урок тридцатый. Задача первая. Найдите угол А треугольника АВС, если угол В 120 градусов, а угол С в три раза меньше. Так, градусная мера угла В 120 градусов, угол С в три раза меньше. 120 надо разделить на 3, получится 40 градусов угол С. Сумма углов треугольника 180 градусов. Чтобы найти угол А, надо из 180 вычесть 120 и вычесть 40. И получится 20 градусов. Угол А 20 градусов. Задача вторая. Найдите больший угол треугольника, если известно, что отношение градусных мер углов 4 к 3 к 2. 4 части, 3 части, 2 части. Давайте обозначим градусную меру большего угла. 4х градусов, 3х градусов и 2х градусов. Это углы треугольника. Сумма углов треугольника 180 градусов. Решая уравнение, находим х. Х равен 20 градусам. А больший угол треугольника 4 умножить на х. 80 градусов. Задача третья. Биссектрисы угла С и угла Д треугольника В, С, Т пересекаются в точке Н. Надо найти угол СНД. Вот этот угол. Если известна градусная мера угла С, 52 градуса, и угол Д, 106 градусов. Давайте рассмотрим треугольник СДН. Найдем градусную меру каждого угла этого треугольника. Так как проведена биссектриса угла С, а биссектриса делит угол пополам, значит угол НСД в 2 раза меньше, чем 52. 26 градусов. Угол НДС. Так как проведена биссектриса, угла Д, значит в 2 раза меньше, чем 106. Это 53 градуса. Сумма углов треугольника 180 градусов. Чтобы найти угол СНД, надо из 180 вычесть 26, вычесть 53, и получится 101 градус. Таков ответ. Задача четвертая. Один из внешних углов равнобедренного треугольника 112 градусов. Надо найти угол, противолежащий основанию. Надо рассмотреть два случая. Вот давайте начнем с этого случая, что внешний угол является смежным с углом равнобедренного треугольника, который при основании равнобедренного треугольника. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Боковые стороны равны. Известно, что внешний угол – 112 градусов. Сумма двух смежных углов – 180. Значит, можно найти угол при основании. Это 180 минус 112. 112 получится 68 градусов. Если здесь 68 градусов, второй угол при основании тоже 68 градусов. Сумма углов треугольника – 180. Значит, вот этот угол – 180 минус 2 раза по 68 – получится 44 градуса. Это первый случай. Так, но надо рассмотреть еще один случай. Может быть, внешний угол расположен вот таким образом. Вот в равнобедренном треугольнике. Давайте посмотрим, какова будет его градусная мера. Если внешний угол – 112, значит, угол, противолежащий основанию – 180 минус 112. Это будет 68 градусов. Значит, ответ в этой задаче – 44 градуса или 68 градусов. Таков ответ. Задача пятая. В треугольнике проведена медиана длиной 7 см. Медиана делит данный треугольник на два треугольника с периметрами 23 см и 25 см. Надо найти периметр данного треугольника. Давайте обозначим длину той стороны, которую делит медиана, за 2х. А медиана делит сторону на два равных отрезка. Вот х плюс х – сторона треугольника. Другие стороны треугольника – у и z. Известна длина медианы. Медиана – 7 см. Известно, что периметр одного из треугольников, допустим, вот этого, 23 см. Это значит, х плюс у плюс 7 равняется 23. Или х плюс у – 16. Известно, что периметр другого треугольника – это х плюс z плюс 7 – 25. Значит, х плюс z – 18. А надо найти периметр всего треугольника. То есть это 2х плюс у плюс z. 2х плюс у плюс z. Посмотрите, пожалуйста. 2х плюс x плюс x плюс y плюс z. Это получится 16 плюс 18. 34 см. Периметр данного треугольника. Периметр данного треугольника. Продолжение следует...